Получить приглашение в Альянс для Украины на саммите НАТО в июле 2024-го – амбициозная цель, которую ставит перед собой международная рабочая группа. Её состав ещё формируется, заявили в Офисе президента Украины. В планах собрать за одним столом представителей политической элиты всех стран-участниц НАТО. Её цель в первую очередь – работа со странами-членами НАТО, с экспертной средой, с политической средой, чтобы действительно построить атмосферу, которая помогла бы нашему продвижению на этом пути. Безусловно, у нас амбициозные планы относительно Вашингтонского саммита в этом году и шагов, которые бы нас привели к полноценному членству. Ранее на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023-м Украина получила позитивный сигнал. По словам генерального секретаря Йенса Столтенберга, НАТО готово пригласить страну в Альянс даже без ПДЧ – стандартного набора реформ для каждого кандидата. Однако есть условия, которые пока остаются невыполнимым. Альянс не готов принять Украину в свои ряды до окончания войны. Эксперты предупреждают, с агрессивным соседом Киеву вряд ли удастся договориться в ближайшее время. И даже выход в СУ на границе 1991 года не гарантирует мир в стране. А значит, подобная риторика только мешает интеграции Украины в мировую систему безопасности. Вот этот подход, что Украина станет членом НАТО после окончания войны – это фактически сигнал Путину, что войну нельзя заканчивать никогда. Второй момент. А что является критерием окончания войны? Например, если Украина освободила все свои территории, стала на границе – это окончание войны? Если продолжаются, например, обстрелы территории Украины, то, очевидно, нет. Основной задачей международной рабочей группы и станет наработка дорожной карты – какие аргументы может использовать Киев в переговорах с НАТО. Кроме того, инициатива призвана переубедить скептиков идеи вступления в альянс воюющей Украины. Мы определим, какие условия являются наиболее важными, достигнуты ли они, и если они не достигнуты, каким образом их можно достичь и когда они должны быть выполнены. На мой взгляд, приглашение Украина должна получить уже на саммите в июле. Я знаю, что это контрверсионное и беспрецедентное решение пригласить в НАТО страну, которая уже находится в состоянии войны. Я думаю, что это важно в контексте снятия определенных психологических барьеров и шаблонов восприятия, которые, к сожалению, до сих пор существуют во многих странах НАТО. Знаешь, что, например, решение о принятии Украины сейчас – это какая-то страшная угроза со стороны России, война. Что нельзя это решение каким-то образом сейчас принимать. Или что, например, есть какой-то риск так называемой эскалации. Хотя мы видим, что отсутствие действий как раз и приводит к эскалации. Параллельно Украина продолжает работу над гарантиями безопасности до вступления страны в НАТО. Соответствующий документ уже подписала Великобритания. Следующим гарантом мира в Украине станет США, анонсировали в офисе президента Украины. Лариса Зубенко, Юрий Шульга. Для телеканала Freedom.